если вы помните мы сейчас формате в казахстане ребята и довелось нам вчера купить не найти а именно купить на трассе немножечко степной вешенки она же одна бочка она же степной белый гриб она же плюротус эринги именно как эринги она сейчас больше всего известна в ресторанах и этих самых сетевых магазинах мира вот потому что в своем культивированном виде этот гриб очень здорово не похож на вот этих дикарей которые вы можете тут разглядеть дикари уже подготовлены с них со скребли мы триходерму и прочей плесени потому что понятно сейчас зима да грибочки постояли долго и в общем они немножечко покрылись всем что не стало ленивым по этому поводу но главный принцип настоящий степной вешенки сохранен да это толстые такие мясистые шляпки широкие толстые ножки вот на примере этого гриба понятно откуда и в какую сторону двигалось выведение культурного сорта из диких грибов поэтому сейчас мы с вами поступим очень просто с ними в плане готовки готов к вешенки эринги она подразумевает минимальное вмешательство эти грибы ни в коем случае нельзя отваливать да это как раз вот из тех грибов которые это все равно что осетрину отварить слить отвара оставшиеся астровое мясо начинать готовить значит здесь тоже мы ограничимся минимальным воздействием на сами грибы мы сейчас на съемной квартире тут вообще ни хрена нет хорошо что нашлась соль сковородку нам пришлось купить вот но поскольку здесь нет даже лопаточки то лопаточку купить забыли поэтому я не хочу новую сковородку портить ножами попробую попереворачивать пираж из грибы палочками значит сейчас сделаем вот как у нас нету здесь гриля чтобы приготовить эринги так как готовят по классике а по классике готовят примерно также там в той же японии как рядовку мутостаки то есть вот эти вот толстые гвозди с мелкой шляпкой кладут на гриль иногда заворачивают флагу иногда нет иногда сбрызгивают маслом иногда не сбрызгивают и дальше просто по-быстрому обжаривают на сильном огне на гриле так снаружи чуть припекается а внутри почти сырое но очень и очень сочно здесь такого нам не повторить поэтому просто нарежем нарежем такими достаточно ух слышите скрип какой идет офигенность борись какое мясо слушайте скрип и смотрите на мясо первый снег или последняя мука вот такие звуки красота же ну все сейчас я нарежу какое-то количество тут много для одной порции тут прям даже не знаю как как резать как сорвелат наискосок ай-яй-яй ой-ёй-ёй всем такой жирной жизни желаю замечательный видите если быстро резать то скрип почти не слышно ну-ка все здорово-здорово зарежем посмотрим будет скрипеть или не будет много это же бальзам и не звук все прям супер понимаете да что звук не просто так это очень плотная мякоть и смотрите какая пропорция до между толщиной мякоти и толщиной пластинок практически вот она вот грибное мясо зачем счет там добывать и выращивать все уже есть природу уже все придумала очень красиво но что же не очень кашнула но не будем привередничать не будет так думаю сейчас вот эту мелочь мы еще подрежем грусть это же грусть да так на все похоже да вот так вот если смотреть вот так смотрите вот так вот так похоже на шампиньон вот так похоже на грусть да классные грибы реально классный это вот так разве не знаю даже как подступиться в этом экземплярчику так ну вот все я думаю это достаточно нам удовольствие резать гриб который с такой озвучкой вот последний может быть свалим завтра далее завтра свалим такой бульончик бульончик значит степная вешенка да это один из серьезнейших на самом деле медицинских грибов потому что ее противораковая противовоспалительная антиоксидантная и иммуномодулирующая активности вот эти четыре базовых признака хорошего лекарственного гриба находится на очень большой высоте и самое главное это чуть ли не чемпион по содержанию знаменитых антиоксидантов и витаминов долголетия это ловостатина и эргостерола они в ней просто булькают вот поэтому именно поэтому кстати говоря в следующем году степную вешенку мы ведем как один из продуктов нашей грибной аптеки это реально классный и по-настоящему лекарственный гриб я вас еще приучу к новой парадигме потому что самые обычные шампиньоны вешенка могут быть и есть на самом деле настоящим являться могут да и таковы они есть это настоящие лекарственные грибы так надеюсь что не считает меня человеком если схитрить лайфхак реально многие плиты особенно стали они не реагируют на нормальное нажатие пальцем но если взять тонкий слой материи и сделать то же самое то видите что-то начинает работать значит ставим сейчас на средний подогрев день на пятерочку вот потому что сначала у нас задача грибы чуть-чуть подсушить они так достаточно сухие вот прямо быстро капельку подсушим их и только потом уже будем добавлять всякие масла и все такое ну когда слушать чуть не может еще зарезать а давай еще дорежу фиг с ним обойдем себе супа сейчас эти пока что нагреется я как раз успею быстренько нафигачить такс ну вот сейчас мы процесс подсушивания немножечко ускорим всегда хорошо убрать лишнюю влагу лучше всего это видно на листичках вот листички которые начинаешь готовить сразу бросил сковородку накидал масло да и они там жарятся и лисички которые сначала так подсушил совершенно разные грибы получается так ну давай попробуем все-таки он даже разламывать не придется здесь палочки на корейский манер значит так значит так пошло чуть-чуть шипеть слегонца шкварчат значит значит у нас еще это влага есть грибах да он немножечко упали вот ну пусть слышите звук да слышите есть чего дальше довольно быстро уходит реально плотные мясистые грибы он пошел парочек парочек быстро мы их приготовим как положено еще раз повторюсь ну понятно да почему называют степной белый гриб а вот представьте кстати говоря есть один прикольный рецепт итальянцы придумали вот смотрите да представьте здесь продолжается вот такая жирная жирная вот так вот ножка и она идет достаточно далеко вот берет берут они такую штуку типа как чистить кожуру с картофеля и начинают вот так вот водить вверх вниз вверх вниз вверх вниз пока не истончится плодовое тело и получается такая длиннюю чем макаронина несколько метров даже может быть типа папардели и вот такой грибной папардели итальянцы готовят как раз собственно как макароны да там со сливками добросав туда сыр чуть-чуть чтобы соус такой получился иногда чуть чистака травы какие-нибудь соль морская вот этот грибная папардели на из степного белого гриба из эринги до культурных культурных сортов обалденно вкусно получается никакие макароны рядом даже не лежали вот смотрите да если все это делать достаточно оперативно то грибы не подгорают не припекаются вот они показывают свои смотрите влажные участки видно как блестит влага до переливается вот она лишняя влага выходит вот видно даже там что-то на дне образуется смотрите выкипает избыточная вода главное процесс контролировать не запустить его до того что грибы начнут подгорать это неправильно тоже своего масла в грибах нету практически там жир 0,1 процента хорошо если от силы 0,3 у самых жирных и чтобы они начали зажариваться нормально конечно нужно им какого-то жира добавить если это не делать они начнут просто гореть и это будет белок начнет белок начнет сворачиваться грубеть и это будет плохо так ну вот смотрите все еще чуть чуть вот они уже пошла втягиваться мякоть видите да вот такой легкой легкой впадин говорит о том что еще чуть-чуть уходят остатки влаги сейчас будем добавлять масло вся влага конечно не уйдет я говорю остатки влаги должны понимать что это остатки влаги на сковородке и то что сверху выпарилась на грибах а вообще грибы как огурцы и в них воды процентов 90 а то и 95 в зависимости от вида нет здесь мы сейчас вот убираем такую влагу чтобы получить именно плотный продукт на выходе хорошо обжаренные плотные такие упругие с консистенции кальмара грибы сейчас еще чуть-чуть скоро будем масло добавлять вот все-таки решила решила выдачу немножечко воды вешенка наш ничего страшного чем больше тем лучше гриб вареный сварен в своем соку да сейчас вода то будет уходить и испаряться да и все что вкусное будет возвращаться назад грибы гриб приготовлен в собственном соку это классная вещь смотри сейчас я вам покажу что делать чтобы быстрее выпарить грибную воду то есть вода выпариться все вкусно оставить берете и просто к краю сковородки вот так куда все сдвигаете потом ставите ее назад и к нам в гости выходит вода видите вот она в гости выходит и вот так вот она выкипит гораздо быстрее потому что вот она открыта всем ветрам смотрите как бурно идет испарение а вот все желтенькое видите желтенькая да это уж такой грибной бульончик это останется и грибы назад это уже такой уже почти когда он будет как густ пустой сироп они его назад в себя заберут и поэтому вкус их будет самый прекрасный из всех какой только можно представить ну вот смотрите не осталось почти ничего но сейчас последние остатки влаги выкипают и поэтому уже делаем вот так вся грибная масса окончательно все отдала и начинаем делать следующую операцию следующая будет заключаться добавление масла масло чтобы грибы получились вкусно нужно добавлять с моей точки зрения я глубоко вот убежден пропорции один к одному растительные сливочные тут у нас никакого артизанство никакого крафта что нашли в местном аналоге перекрестки условно или как он там называется магнум что такое то и купили соответственно просто растительное масло просто сливочные сейчас прикинем количество грибов я вот так ну и соответственно на такое количество это где-то одна полторы столовых ложки растительного масла начнем с растительного чтобы она сразу легло на грибы я считаю что вот это есть полторы ложки она сама съедет разными кусочками отдельными и сама растает просто можно разбросать по разным углам сковородки сейчас растает перемешаем огонь еще даже увеличим все тут 7 пусть будет на восьмерке обратите внимание солил до сих пор пор не солю о ну как хорошо то красиво как вкусненько сейчас это мякоть грибная питает в себя смесь масел вы видите уже первые зажарки появляются солить вешенку конечно от морской солью такую или грубой каменной будет самое лучшее что можете представить но вот здесь мы купили такую соль которая по своей консистенции достаточно близко грубой каменной довольно довольно крупная соль я надеюсь видно что соль достаточно крупная вам не нулевой помог от мешать 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 все влага полностью ушла видите осталось только кипящее масло на дне сковородки влаги больше нет сейчас мы получаем нашу любимую реакцию карамелизации реакцию мая поскольку в грибов много сахаров а степная вешенка обладает огромным количеством полисахаридов то как раз сейчас в этот момент она и приобретает тот самый замечательный сладковатый риск потому что жиров то в немало а сахаров то в ней полисахаридов полно не умею как леру делать вот так вот чтобы вот он умеет ну в принципе больше выпендрешь конечно это как эти баристы бармены и прочее чё-то там трус в руках мне кажется на вкус это не влияет вообще никак ну вот смотрите все грибы уже практически немножечко прихватились да вот они уже там все стали так или иначе слегонца карамелизованы и поэтому сейчас уже можно взять и посолить солим щедро грибы соль берут хорошо вот лена кило я тут головой что нет но поэтому я за ней всегда досоливаю с моей точки зрения если сделать вот так потом еще раз сделать так же я угарду осну достоинства гневного выдоха сейчас гневного выдоха ребята мне кажется будет нормально есть посолить сразу то начнется там соревнования кто будет воду забирать отдавать соль грибная мясо в начале готовки не надо чтобы ингредиенты спорили друг с другом я не мере в случае грибов вот а вот так вот сейчас прямо будет моментально она сейчас дожарится не надо доводить степную вешенку эринги до состояния сильного обугливания буквально вот сейчас еще максимум минут посмотрите на степень обжарки да вот этого достаточно если вам куда вы подавали на гриле грибы то допустим вот это вот было бы уже много вот этот кусочек виден если да вот такой вот а вот сейчас кстати совершенно оптимальная консистенция вот она сохраняет свою ну я то вы не чувствуете я чувствую вот она кальмаристость это прямо вот она и в качестве последнего штриха я себе позволю убираю с огня с огня убираю чтобы грибы не пережарились жду чтобы капельку капельку совсем остыла отпустила беру такую штуку полусладкая белая отличное вино кстати реклама нам никто никогда не платит ни за какую рекламу кинзмараули краю это фу ё-моё а это была супер история значит сегодня как лен как называлось это вино то белое полусладкое чего-то там черное кто-то там с овцой короче значит я даже готов по муки порыться ради этого смотрите вот оно да на самом деле вот оно это вино так называется для грануар в общем это большой черный мускат хотя вино белого цвета а бутылка голубого прикольная история с черной овечкой значит здесь нет не только лопаточки здесь нет вообще нихера поэтому все винные бутылки которые у нас есть я открывал методом выдавливания до берешь предмет продавливаешь пробку еще ни одна бутылка передо мной не устояла но вот эта бутылка не устояла особенно и когда я начал открывать она сделала вот так то есть я взял и вот пока ловил положение да я отломал горлышко и чтобы не пропала значит соответственно то чтобы не было опасно мы бы быстро допили то что было вот в этой красное соответственно да и прилили в нее вот этого содержимое то есть сейчас я хочу хотел я хотел чтобы короче капельку сладкого белого которое было здесь осталось тут дату плеснуть и уже практически готовые грибы чтобы на горячей сковородке быстро улетел спирт и остался только виноградный грубо говоря ферментированный виноградный сок вот сейчас мы еще раз это сделаем не удивляйтесь что сейчас из бутылки красного пойдет и белое и делаем совсем такой быстрый крошечный плеск убираем весь спирт вот он летит летит вместе с водицей все видите вот уже снова остается только масло все что не надо улетела прогреваем еще буквально полминутки и блюдо готово а дальше мы договорились следует что оформление вот этого всего но фармин сейчас здесь не будет вам мишлен это ничего подобного и этих больших ресторанов блюд с болезнью малых порций на них ничего не будет сейчас просто там она чуть нарежет чуть положить именно это посмотрим то что хоть какое-то разделение труда должно происходить все все готово готова она пожарили лена показывает ни один из пальцев угадайте какой вот они вот они вот на каждом ходу красота до всех выключаю и даже убираю с горячего места теперь могут грибочки немножко обмякнуть а дальше уже можно с ними фантазировать можно лимонным соком сбрызнуть кому нравится можно так багетик какой-нибудь даже чуть-чуть поджаренный у него чуть выложить можно сыру капельку сверху такого-то плесня все дела фантазии здесь могут быть любыми но основа вот она все хорошо маленький перерыв но смотрите ребята чего у нас тут гармонизировала лена лена у нас гармонизировала два плесневых сыра налила совершенно справедливо беленького к вешенке грибы конечно хорошо сочетаются и с красным и с белым и даже с бурбоном и скотчем вот но тем не менее это оптимальная подборочка и смотришь что у нас произошло у нас произошел показываю да у нас произошел багетик сейчас чуть-чуть подвигаю значит багетик был сверху здесь даже не видно прямо по центру чуть-чуть смазан тончайшим слоем сливочного масла на него была уложена вешенка на вешенку был уложен плесневый сыр в принципе кому нравится чуть более такой все обмякшее и сочное можно поставить на 20-30 год микроволновку чтобы сыр так чуть-чуть приспустился по грибам но мне нравится гораздо больше вот такая история в принципе можно сейчас и багетики есть я просто все это посвинячу я люблю или может залезу в сковородку попробую все-таки грибы в чистом виде но но да чуть-чуть увеличившаяся сладость из-за того что добавили немножечко сладенького беленького не вообще само по себе вот реально крутая вещь это не зря эту вешенку называют степным белым грибом что очень плотная очень такая приемистая мякость со своим характерным вкусом и действительно не только во вкусе но и в запахе ну все же нельзя передать присутствует ароматика белого гриба красота леночка ты молодец как обычно значит здоровье за всех вас друзья мои ну и за грибы вообще потому что нас уж с нами грибы то значит с нами вселенная чтобы уси так жили приезжайте зимой в казахстан